Итак, уважаемые коллеги, начинаем снимать ее пресс-конференцию. У нас странный кубоином клуба Домодедова. Артем Сергеевич Горлов. Артем Сергеевич, ваш комментарий по сущному матчу. Сложный матч. Проигрывали неудачно, начали. Первый же момент. По сути, единственный в первом тайме. Забили нам. Начали. В принципе, нас это не сломило. Мы об этом обсуждали. Владимир очень хорошо реализует моменты. Первые 15 минут проводят. Именно в играх с нами. Потом начали, точнее, продолжили играть в свой футбол. Ну, и, соответственно, сравняли счет. После чего соперник забил гол. Удачный. Точнее, для нас неудачно. Перекладина, рикошет, спину. Ну, заслуженный гол. Хорошо, годского штрафные исполняют. Мы, в принципе, это знали. Но, и говорится, ничего тут не сделаешь. Мастерство. Ну, высокое очень. Отметить хочется, кстати, вот этого футболиста. Ну, всех футболистов, да. Хорошая команда. Второй тайм продолжили играть. Забили гол. В принципе, как установку. Выполнили ребята. Молодцы. Жалко, мне удалось выиграть. Ну, это футбол. Ну, вы сказали, торпеда хорош команда, но у вас с этой хорошей командой очень хорошо получается играть. В официальных матчах ни одного поражения. Пресечения обстоятельств. Пресечения обстоятельств. Плюс тут поле хорошее. Приятно. Пресечения обстоятельств. Не более того, поверьте, команды. Хорошо. Какой же такой секрет вам удалось разгадать в игре против Владимирского торпеда, что вы удачно все играете? Не знаю. Мы даже не смотрели матчи торпеды, естественно. Мы просто свою игру репетировали, моделирули, как мы будем играть. В 2014 году у нас был такой стиль. Мы играли в три защитника. 3-5-2. И получалось. У нас высокий процент побед был. Сейчас, в 2015 году, это, наверное, была ошибка. Мы хотели научиться в 4 играть. Увы, как бы не получилось. С этой игры мы решили вернуться. Потому что работает. Не экспериментировать. Это играли, а это и эти сдвижки, все, которые мы делаем, они для соперника необычны. А ребята нашим нравятся. Они верят в этот футбол. Поэтому не подстраивались. Не под кого. Правда, вы вроде начали в 5 защитников. Ну, это так. Все меняется. Их 3 бывает, а это 4 и 5. В зависимости от игровой ситуации, каждый должен страховать, располагаться. Не 5, а 4. Если он выдергивается уже, атакует, только там уже 4 осталось. Вот так как-то. Поэтому не могу комментировать. Потому что мы, в принципе, знали схему. До этого было достаточно футболистов. Мы не первый раз сыграя в основном. Хотя команда обновилась. Да, новые футболисты пришли. Понятное дело, что время нужно. Как бы мы тоже делаем команду каждый раз. Получается, ну, так новую. Новые люди приходят. Это схема. Понятное дело, что мы сами себя загнали. Ну, будем сейчас уверены, что сегодняшний матч показал. Потенциал у нашей команды есть. Я надеюсь, что вам виднее. У нас просто, получается, на выезде любят больше, чем дом. Вот, а, не знаю, будем работать дальше. Главное, мы ребята старались. Я поздравляюсь с очком, с первым. Потому что трудная полоса у нас была. Уверенность пропала. Ну, и в связи с этой встряской поменяли мы расстановку. Все уверенность почувствовали. Такую футболку показали. Нам нужно сейчас четыре игры провести, постараться так же сыграть. И там, ну, как получится. Тут нельзя предполагать, что мы вот обязательно пять мячей, шесть забьем условному какому-то сопернику. Любому даже. Ну, вот видите, как-то. Так что, вопросы есть. Еще вопросы? Есть вопрос. Из-за вот, из репортажа Владимира Жениковского, это замечательно. Мы в Хайбухе слышали, что какие-то сложности есть. Стренировочный проект по процессам сфинансирования у команды. Насколько они, как бы, серьезные? Не хотелось бы об этом говорить. Мои капитеты с вопросами нет. Но, тем не менее, это как-то время едет на игру. Вот, тяжело прогнозировать. Не знаю, бывает не влияет, бывает влияет. Все в мелочах, с другой стороны. Ну, все нормально у нас, так скажем. Еще вопрос. Еще вот, можно? Сегодня первый круг закончился. Как вы оцениваете, ваша команда его закончила? Закончил отлично. Сегодня. Нет, на сегодняшний. А и общий итог. Общий итог. Плохо, как мы оцениваем. Мы должны были больше очков набирать. Где-то... Ну, я хочу тут анализировать сейчас, поэтому... Середина плохая. Начало хорошее. Середина плохая. Сейчас вот, опять тут пять туров, надеюсь, будет хорошее. Вот так вот, как сложно у нас, по турбулентной зоне мы зашли. Чуть потрясло. И много попробовали этих... Что касается четырех защитников, и схемы меняли, и модели меняли. Что-то ничего не получалось. В середине и в конце вот тоже вот, особенно химки. И сочетание пробыли всех на разных позициях. Все вроде пробыли. Пробыли, но не получилось, значит, неправильно. Вот так вот. А привычный этот... Ну, она как бы и мне нравится. Еще не закончился круг, если анализировать по турам, а так-то еще есть четыре игры. После Пскова у нас домашний матч последний с Псковым. Мы будем продолжать.